Вот такова, мне кажется, позиция или такой взгляд, такой взгляд, христианский взгляд, если хотите, православный взгляд на проблему кризисов, на, лучше сказать, на истоки этих кризисов. Потому что множество там и других вещей, которые приводят к этим кризисам, но это уже вторичные. И напоминаю вам в связи с этим об истоках всего нашего человеческого прогресса, почему он привёл вот к этому состоянию и приведёт к гибели. Вы слышите? Вы слышите? Надо людям объяснить. Мы же идём к гибели, и не надейтесь, никуда не денетесь. Идёт к гибели, к катастрофе, потому что все эти кризисы уже надо при современном состоянии общественного сознания, при его понимании принципов жизни, так, он идти будет всё с большим ускорением и приведёт к гибели всего человечества. Как христианство оценивает это явление? Говорит, что истоки нашей цивилизации, лучше сказать, всего человеческого развития, истоки заражены оказались чем? Опять этими тремя – славстволюбие, сребролюбие, славолюбие. Вот на чём строится жизнь! Строит жизнь каждый человек в отдельности и общество в целом, и мир в целом. И чем более развивается этот процесс, чем более он охватывает всё более широкие круги человеческого общества, тем скорее мы придём к печальному финалу. неверные истоки были. Неискание святости, неискание истины, неискание, если хотите, правды, справедливости толкало человеческое общество или было, по крайней мере, стержневым в его жизни. Нет, нет, нет! Посмотрите, непрерывные войны. Почему? У него лучше, у соседа надо захватить. Зависть, коростолюбие, гордыня, тщеславие – вот что и являлось движущими силами нашего прогресса. Когда поднялась наука, появилась наука, прибавилась ещё одна страсть – неистребимое любопытство. А что там будет? А что будет, если нажмут эту кнопку? Что там? Любопытство! Страшное любопытство! Многие направления науки уже сейчас очевидны – кричат, учёные кричат, философы кричат – нельзя, не трогайте! Мы придём к гибели! И что? Клонирование, например. Ну же кричат же, шумят, запреты, пытаются запретить. Ничего подобного! Всё! Открыли ларчик! Бутылочку открыли, джинн вылетел! Уже его не остановить! И так открываем одно за другим! Забыли, что прежде всего требуется нравственное развитие человека. Оно должно идти впереди научного и технического. Вы слышите? Вот христианский взгляд. Нравственное и духовное развитие человечества должно идти впереди! И если этого не будет, то те средства, которые открывает нам наша наука, они погубят самого человека! Поэтому христианство с полной определённостью и откровенно, и не стесняясь, говорит о том, почему возникли эти все кризисы. И к чему они приведут? Теперь уже ясно не только христианам, которые верят в откровение Божие, которые сказали давным-давно, но в Евангелии две тысячи лет тому назад уже это сказано, сказано, подумайте только, когда не было никакой науки, никакой техники, и уже там сказано – земля и все дела, которые на ней сгорят. Уже тогда сказано о конце мира. Уже прямо вот чёрным по белому написано. Пожимали плечами. Что за смех? Чего там такого? И теперь видим. Причина. Ещё раз обращаю внимание. Видите, как много раз я говорю, мне хочется, чтобы это осталось в сознании всех нас. Причина – культ страстей, жизнь страстями. Культивирование их. Христианство и мир в этом плане противостоят друг другу. Христианство страсти называют источником страданий и смерти человека. Мир называет страсти источником наслаждений, радости и счастья. Вот где противостояние. Страсти – это что, источник счастья или источник страданий? Вот где мы не можем согласиться с миром. Вот об этом, мне кажется, друзья мои, надо говорить. Говорить надо. Мы с своей стороны должны что-то делать, что можем. Правда, должен сказать, мы ничего не сделаем. Это я вас утешаю сразу. Мы ничего не сделаем. Мир так и будет идти. Это мощный поток, широченный, которого не видно пределам. Но любовь не может быть бездейственной. И если основным принципом христианства является как раз это, то есть любовь, то с своей стороны мы должны хотя бы приостановить, насколько это возможно. Приостановить, если бы это удалось. Где эта остановка совершается? Я сказал им – говорите. Но я это сказал просто по одной только причине – говорите. По той, что прежде всего это слово наше будет исходить из нашего труда над самими собой. Если мы обратим, не обратим внимания сами на себя, то наши слова будут пустыми, пустыми скорлупками. Пустыми. Будут лететь, знаете ли, пищать, кричать, звонить, и всё бесплодно.